Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Medieval Dynasty. Я в прошлой серии совсем забыл, что у нас на пятый год вроде как должна продолжиться история Unighost. И как раз пятый год наступит сейчас вот-вот, буквально через день, поэтому давайте мы сейчас посмотрим за этот день, что мы сможем продать, отнести, чтобы там еда не испортилась и чтобы у нас деньги были сколько. Ну, на аренду нам, конечно, хватит, но... На аренду, да? Налоги заплатить хватит, но хочется, чтобы у нас еще мелочишка осталась в кармане. Поэтому я забираю соленую рыбу, которую я тут наготовил немного. Суп густой. В принципе... О, или давайте вот это вот тушеное мясо продадим, а суп оставим, к примеру. У нас на самом деле ягоды тоже потихоньку портятся уже, думаю, что мы можем запросто их забрать, и надо идти уже продавать, я понял. Лишнее у нас ничего нет, у нас есть одна доска лишняя, надо ее выложить, и мы как раз... Ааа, нет, мы бегать все равно не сможем, даже если эту доску выложим. Сейчас что-то придумаем, ягод немного поедим. Съел я пару килограмм ягод, и сейчас пойдем продавать. Вне записи я накопал немного металла, и достроил второй амбар для хранения еды, или как он там правильно называется у нас. И теперь у нас, да, тысяча вместимости, что довольно неплохо, потому что у нас изначально было что-то 200, по-моему, вместимости, и они забивались с солью, к примеру, той же очень-очень быстро, да, и мясом, в принципе, его много собирается. Сейчас, наверное, несколько ходок к торговцам сделаем, посмотрим, продадим вот это, посмотрим, что останется по деньгам у этих торговцев. И еще надо будет зерна немного продать, еще, может быть, еды, у нас там очень много рыбы собирается, и я, наверное, сырую рыбу пока буду продавать. Просто, чтобы избавляться от нее, чтобы она не успевала гнить. Она может, конечно, еще полежать, и продаем, по-моему, ее по такой же стоимости, неважно, насколько она там испорчена, да, вот, но все равно лучше мы заранее продадим. Так, ну-ка, подруга, что там у тебя? Покажи-ка мне свои товары, да, деньги у нее есть, мы, по-моему, ей что-то продавали, денег у нее вроде меньше стало. Так, 59 тушеного мяса могу ей продать, и немного рыбы, 54, чуть-чуть, чуть-чуть, да, не хватило. Хорошо, с ней мы разобрались, давайте мы, нам, наверное, нашей продукции хватит, ой, чтобы... Да, я думаю, нам вот этой тысячи как раз и с головой хватит. Не придется никуда далеко бегать, может, успеем по хозяйству что-то полезное сегодня сделать еще в этом сезоне. Последний день четвертого уже года. Давайте посмотрим, что еще. Можно грибы попродавать, на самом деле, из них мы вроде бы ничего не готовим. Ну, во всяком случае, пока что у меня из грибов точно ничего не открыто. Лук, морковь, канада, мухоморы продаем. Сырое мясо оставим, свеклу, грибы продаем. Так, зерно, зерно, хорошо, муку продавать пока не будем. Тут у нас, в принципе, нет семян, нет на продажу по большому-то счету. Давайте будем рыбу продавать, наверное, даже жареную в первую очередь. У нас есть немного еды такой готовой, да, нормальный мясо с подливой, и где-то у нас еще там... И густой суп 40 штук есть, нам этого хватит на какое-то время, поэтому... Жареную рыбу смело продадим, и еще 10 килограмм можем потянуть. Ну, почти. Полкило теперь выложить. Сколько у нас? Вот так. И осталось еще... Да, много. Еще 300 рыбы, которые можно продать. Третью ходочку. Ну, тут недалеко, я думаю, можно. Избавимся от рыбы просто, чтобы она не валялась. Я рыбу засаливаю, я когда в шахту хожу, я там соли собираю какое-то количество. Камня не собираю, да, вот соль. И металл беру. Ну вот, но... Я думаю, что мы рыбу можем смело продать, ее собирается много. Ну, а там известняк нам скоро уже не нужен будет, мы сможем... О, мышка, ты где? Мы сможем поставить как раз камни добывать. Так, это не то, что я хотел, покажи мне свой товар. Не камни, а соль добывать. Мышка пропала, я растерялся. Так, так. Продаем грибы, 64. Немного. Но все равно пойдет. У нас где-то полторы тысячи останется. Это если... Стоп, сколько у тебя денег осталось-то? Я не обратил внимания. Это если не продавать инструменты, которые, в принципе, мы можем продать. Еще тоже сгонять. Надо будет сейчас подумать. Есть запас небольшой металлических инструментов, которые заготовил наш кузнец. Мы сможем их в целом, может быть, тоже частично реализовать. Посмотрим, подумаем. Или пусть пока запас остается, пусть крафтит. А то потом бывает обидно, когда нужен какой-то молоток, а все сломались на эти, на заборчики проклятые или еще что-нибудь. Я там дорогу перестраивал, так тоже полмолотка сточил. Потому что по каждому кусочку надо дорогу удалять. О, вот здесь заборчики надо будет сделать вокруг этих полей. И, может быть, еще одно поле вот здесь, аналогичное, вот этому разместим. И все. Полей нам с головой хватит на очень долго. И рыбу продаем. И поле наметим для морковки. И заборчики строим. Ну и, кажется, пора помыться и спать ложиться. Вторую часть забора потом буду доделывать. Ну и пятый год начинается. Событие, может, какое-то? О, так. Репутация, деньги, настроение. Нет, мы берем настроение. Бессмысленное, потому что настроение ничего вообще не делает сейчас на данный момент в игре. Но мы возьмем настроение. Окей. На один сезон получается. И новое задание платить налоги. И история Юнигоста, да, вот она на пятый год обновилась, наконец-то. Хух. О, какой все зеленый теперь после белого сезона. Задания у наших жителей я что-то не беру, если честно. Их все больше и больше становится. Кажется. Так, что по налогам? Давайте глянем. Ого. Ну, да, за дополнительное поле мы тоже на увеличенный налог платим, поэтому ничего удивительного нет. Так. Ламберто уже не мать. Кем Ламберто работало? Кто его знает? И у нас новый Леонардо, новый ребенок. Так. Ламберто, Ламберто. Давайте просто посмотрим. Вот таким вот образом. Куда? У нас швейная пустует. И у Ламберто как раз навык швейного дела. Ну, крафта. Есть. Ну, окей. Трактирщиков мне бы еще не помешало добавить. Ну, одного я могу добавить. Но, но пока ждем. Новое поколение подрастающее. Погнали, короче, к Юни Госту. Заплатим налоги и посмотрим, что там за задание. На самом деле мы знаем, что там за задание. Мы пять лет назад уже знали, что он дальше попросит. Потому, что у нас здесь написано, что он должен собрать налоги для короля. И он послал меня забирать их у трех человек в трех разных местах. В Хорнике, Имрины и Каролины. А, это понятно. У Каролины в Хорнике, у Имрина в Ролнике, у Теобальда в Леснике. Лесника, Ролника и Хорника. Ну-ка. Хорника. Хорника. А в это поселение нас не отправляют пока что. Ну ладно. Я туда бы тоже заглянул. Там ребята говорят, стены меня ждут. Те самые, которые я хотел строить. И это типа не бага фич, когда каменная стена идет, а из нее прям деревянный чистокол, к примеру, или что-то такое. Поэтому будет интересно глянуть. Ну, в Хорнику пойдем, потом пойдем, наверное, налево от Хорники. Итак. Первым делом... Ага, первым делом задание идет. Эй, эй, в те... В эти дни, ты кажется... Вы всегда заняты. В эти дни, ты кажется, вы всегда заняты. Я понял. Но быть занятым это хорошо. Я желаю, чтобы каждый здесь строил свое богатство так успешно, как и вы. Лорд требует от меня собрать налоги в начале этого года. Я сомневаюсь, что у всех достаточно монет или товаров, чтобы внести свою долю. Я не виню их в том, что они обозлены на меня, ведь я, в конце концов, всего лишь выполняю приказы. Должно быть трудно быть старостой деревни. Конечно, но эй, я могу поиграть с некоторыми цифрами, если мы сделаем все вовремя. Хотите помочь мне со сбором налогов? Если мы все успеем, я могу лишить вас налогов в этом году. О-о-о-о. Хорошо, чем я могу помочь? Самая большая проблема это заставить Самбура заплатить. Он по-прежнему считает себя неприкасаемым преступником в своем охотничьем доме. Но знаете что? Давайте не будем вмешивать его во все это. Я не хочу злить человека, который хорошо владеет длинным луком. Конечно, кто следующий в списке? С одним уже разобрались. Каролина в хорнике, и Мрина в ролнике, и Теабальд в леснике. Если вы можете позаботиться о них, я займусь всем остальным. Считаю, сделано. Окей. Так, погнали сначала мы тогда в хорнику. Первым делом. Там по дороге, может быть, мы встретим волков. Там опасные места. Я когда-то в самом начале по этой дороге бегал, ничем это хорошим не закончилось. До хорники я так и не добрался, меня там волки сожрали. Но сейчас у меня есть верный длинный лук, который поможет мне разобраться со всеми проблемами на пути. Будет интересно, когда бандитов добавят в игру. Карта-то маленькая, как бы... От бандитов не убежать. Карта реально же крохотная. Наверное, по этой дороге пойдем. Вот так. Давненько мы не бегали, конечно, по всем этим городам уже. Много лет последних я сижу в своем поселении, по большому счету. Ну и в соседние два бегаю, да? Туда к шахте. Ну и к другой шахте, и к этому. К рядышком поселению на продажу всякого барахла. Так, мы можем, знаете, что теперь сделать? Хочу ли я сборщика на сбор отправлять? Так, управление. Что-то я задумался. Меня интересует охотничий домик. Поврежден немного, но мы починим его, не проблема. Грибы. А, ну да, грибы тут правильно. Все, больше у нас в этом сезоне нет ничего. Все правильно. Ягоды летом. Забыл уже, что он там собирает. И ничего, он по большому счету не собирает этот собиратель. Так. Бизон прямо на дороге стоит. Я, наверное, не буду на него время тратить. Волка нет. Не уже хорошо. Но я, по-моему, не туда свернул. А, ну, дорога так идет. Я думаю, мы срежем. Я не пойду по дороге. Давай. Воу, воу, воу. Тише, тише. Я сказал, что я-то тебя трогать не буду. Че ты? Че ты? Воу. Ау, 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 ау. Ау, ау, ау. Он вообще не это самое. Так, подожди. Блин, а у меня лечилок нет. Это вообще фиаско, я бы сказал. Не надо было выпрыгивать из-за этого. Из-за забора. Черт. И стамины нет, и лечилок нет. Отстань от меня. Он, кажется, отстал. Фух. Подорожничек, подорожничек. Сейчас какой-нибудь волк как выскочит. Не в тему. Так, фух, полечимся. Надо еще набрать с собой. Такого опасного момента у меня еще не было ни разу. Все, хватит. Пошли, сто метров. Там еще бизоны по дороге. Я бегу их немного дальше, попробую. Но мы благополучно добрались. Там вот это вот озеро, на другой стороне которого мы медведя когда-то по заданию Алвина били. Первый раз мы сюда пришли. Так, давайте первым делом посмотрим просто, что торговцу предлагают для начала. Он уйти решил. Покажи мне свои товары. Арбалет за 800. Копия железная, но железная. Железная лопата есть даже. Много всего железного. Хорошо. Это у них таверна посередине? Да. Ну, в таверне ничего интересного, ясно. Так, и где-то еще тут был, по-моему, один торговец. Жан Хельга. О, и как раз... О, кстати, вот, вот, да, смотрите. Вот те самые заборчики, о которых я говорил. Камень. И из камня деревянные эти торчат. А, о. О, это немного странно выглядит. Это у нас швея староста. На скамейке стоит. Или это специально, чтобы стоять, чтобы выше быть, а не чтобы сидеть. Может быть. Вы ведь короли, наверное, Яросемир. Племянники Ордана. А теперь неофициальная правая рука староста деревни. Ну, ваш дядя, вероятно, не одобрил бы то, что вы делаете здесь. С чего бы это? Они с Юнегостом были друзьями? Как скажете, вырезано цензурой, почему вы это сказали? Есть ли что-то, что я должен знать? Просто забудьте об этом. Я, наверное, и так уже слишком много сказала. Так что вы хотите? Налоги. Я так и думала. Со всеми предыдущими годами и со всеми последующими Юнегост должен... Должно быть, сколотил неплохое состояние. Нет, это не так. Вы знаете, что он собирает это для лорда. И они заставляют его делать это в начале этого года. Это не его вина, но мы все должны заплатить. Без разницы. Я бы отдала вам монеты на с тех пор, как я вышла замуж за Леонардо. Мое богатство загадочно уменьшило. Во всякий раз, когда я продаю какие-то товары, деньги быстро заканчиваются. Но я полагаю, вы знаете Дагоберта в Денике. Да, наверное, мы встречались. Простая туника. Он заказал у меня две туники и два железных молота у Яна. Вот туники. Частичная доставка не принимается. Значит, вам нужно достать и молотки. Доставьте ему товар и оставьте платеж, как мою налоговую долю. Кажется, легко. Налоги Каролины. Так, где там этот Ян или Жан? Мне Жан больше нравится. Я здесь для того, чтобы... Так. Эй, вы! Вы выглядите сильным, но не таким сильным, как я. Как насчет борьбы, не волнуйтесь, я не причиню вам вреда. Я здесь... А почему? Я не боюсь, но в прошлом у меня была своя доля... Меня это тоже устраивает. Просто небольшой товарищеский бой без никаких ударов ниже пояса. Хорошо? Извините, я не могу этого обещать. Мне пришлось убить троих мужчин голыми руками, чтобы выбраться живым из родительского дома. Тогда, когда его захватили. На моем пути на север я одним ударом устранял медведей и убивал волков. Видите вот этот шрам? Ой-ой, ладно, нет. Я не думаю, что мы должны сейчас драться. У меня столько работы, чего вы там изначально хотели? На самом деле я для того, чтобы забрать железные молотки для Дагаберта. Справедливо. Вот они. Сделано. Так, хорошо. Ну все, мы можем сваливать. А тут стена у них обычная, да? Как ни в чем не бывало. Ладно. Так, надо план составить. План побега. Значит, лесника и ролника. Ролника, лесника. Окей. Предлагаю пойти вот так. А потом вот так. А потом вот так. А потом посмотрим, куда нас дальше пошлют. А наверняка же ведь еще пошлют. Я отдам тебе мои налоги. Только сходи еще в пару-тройку деревень. Наверняка так и будет. Возле этого озера мы еще не были. И здесь не самое, конечно, приятное для строительства место. Но в целом место довольно приятное. Но деревню тут не построишь. А тут с горы какой вид открывается потрясающий. По идее, отсюда наша деревня должна быть видна. Ну, нет. Не видна она вот здесь. С этой горы, может быть, видна была бы. Ну да ладно. Мы сейчас идем вот сюда заглянем быстренько. Тихо, не падай. Не падай. Хорошо. Вот в эту деревеньку заглянем. И потом вдоль речки пойдем в лестнику. Лестницу. Как там? Лестника. Тут крохотная деревенька такая совсем. С довольно уютными двориками на самом деле. Продавщица еды. И там, по-моему, рыбак пошел в сторону воды. Торговец. Сейчас глянем. Только не уплывай. Да, рыба, мясо, сушеное, рыболовные копья. Окей. Торостник нам не нужен уже совсем. Ну и погнали вдоль реки. На ту сторону сейчас перейдем где-то. Где брод будет или мостик может быть. И пойдем в лестнику, в лестницу, в лестнику. А тут я вне записи еще одну дорогу пытался сделать. Думал прямо к деревне провести ее. Вот так вот по прямой к деревне думал провести. Но близко к деревне не получилось. Потому что возле деревни даже дорогу построить нельзя на каком-то расстоянии. Да, и вот такая дорога у меня получилась здесь. Немного извилистая. Но в целом выходит, ну почти к деревне. Почти. Где там у нас крыши домов видны? Да, вот к этой дороге. И мы практически в деревне. Было бы хорошо, если бы можно было прям в деревню вклиниться. Где-нибудь. Так. Почему вы здесь и что вам нужно? Юнигост послал меня собирать налоги. Ах, да, я слышала, что вы теперь его верный слуга. Хорошо вам он вот, а вот мне не очень. И да, кстати, я не могу заплатить вам. Почему бы и нет? Если у вас нет достаточного количества монет, мы можем взять некоторые товары и... О, у меня в тайнике достаточно монет, но у меня нет ключа от сундука. Моя жена Гизела где-то спрятала его, прежде чем отправиться на охоту. Снова. Иногда она уходит на несколько дней. Я могу помочь вам с поиском ключа, если вы впустите меня. Впустите меня. Я найду ее, если понадобится. У меня есть опыт охоты, и я знаю лучшие места для дичи. Хорошо, если вы найдете Гизелу, и она скажет вам, где чертов ключ, вы получите монеты. Так, хорошо, и... Че с этой... Вот она. Газелью. Так. Дело к вечеру уже идет. Сможем мы сюжетное задание ночью взять, принять, принять, взять? Ну, костерок. Эй, зачем вы подкрадываетесь ко мне? Вы называете это подкрадываться? Я бегал по лесу, как пьяный кабан, и кричал, как медведь в жару. Ха, вы говорите, словно настоящий охотник. Какую цель вы преследуете? Маленькие сверкающие монеты, если быть точным, я собираю налог от имени Юнигоста, и ваш муж говорит, что вы знаете, где ключ. Так ли это? Старосты деревни становятся все жаднее из года в год. Но я полагаю, вы просто делаете то, что вам сказали, верно? Правильно. И он не жадный, как известно, он собирает для господина. Он так говорит. Послушайте, у меня закончились железные стрелы, достаньте мне три таких, и я расскажу вам все, что нужно знать Торбальду, чтобы отплатить вам. По-моему, железные стрелы у нас в этом же городе продаются, если я не ошибаюсь. По-моему, да, здесь и лук, и стрелы, я думаю, тоже должны продаваться. Три штучки, купим, если что. У меня в сундуке есть, если что, я могу вернуться домой за своими. Да, но они только в сун... Кстати, я не знаю. Нет, они в сундуке должны быть, а не в этом, да. О, есть. Они могли просто быть в общем складе, но я их в отдельный сундук переложил из общего склада, когда на складе места не хватало. Если бы на общем складе были, то можно было бы забрать наш склад здесь совсем недалеко. Возле шахты стоит. Так, а еще дело к ночи идет, а у меня нет... совсем нет... факелов. Так, еще бы. Конечно, есть. Вот лучшие стрелы. Подозрительно знакомыми, но они это сделают. Скажите моему мужу, что ключ находится под тем местом, где он прячет свою выпивку. ничто не может скрыться от вас, да? Да, да. Еще немного. Эти налоги мы собрали, сейчас дадим в Данике и, наверное, спать ляжем как раз недалеко, а потом завтра уже пойдем за следующими налогами. У нас ограничения по времени, я думаю, нет. Эй! Держи ключ, короче. Она знает? Что ж, дайте мне немного времени, и я принесу ваши монеты. Хорошо, вот ваши деньги. Налоги как один предмет. Надеюсь, жадный ублюдок подавится ими. Спасибо, и вы попытайтесь найти лучшее место для того, чтобы выпить. Окей. Все, погнали в Данику теперь. Посреди ночи, уже почти. Дагоберт решил пойти на ночь по зову природы, наверное. Здравствуйте, что привело вас в мой дом сегодня? Отличные товары из хорники и плата за взыскание. Ах, мои туники, я ждал несколько недель, чтобы получить их. Каролина знает, как сделать так, чтобы они прослужили долгие годы. А что насчет моего железной молотки? Вот, что ж, вот ваши монеты. Отлично. Хух, есть. Два из трех мы уже сделали. Осталось пойти вздремнуть немного и можем продолжить. Тут придется потопать, конечно. Снова в далекие дали. Ну и на следующий день, подкрепившись, я отправился в последнее поселение, где нужно собрать налоги. Я надеюсь, может быть, здесь сразу нам просто дадут налоги и мы пойдем сдавать. Не может быть так все просто, да? Так. Ирма. Где деньги? Здравствуйте. Юнигос послал меня за налогами и, возможно, мне стоит поговорить с вашим отцом. Нет, он был прав. Я забочусь об этом в нашей семье. Видите ли, мой отец, вероятно, уже и забыл, что он уже заплатил. А мы в конечном итоге останемся с двойными налогами за год. И ваша мать? Она заботится об отце и имеет последнее слово во всем. Однако я забочусь о тайнике, который должен быть настолько тяжелым, что даже вы бы не в силах нести его были бы. Будь боги справедливы. К сожалению, он такой же легкий, как и перья моих кур. У вас есть курица, но нет монет. И свиньи, знаете ли, что свиньи могут быть почти так же умны, как и люди. И когда я наблюдаю за людьми в таверне поздними вечерами, я уверяюсь в том, что свиньи даже умнее. Дайте-ка угадаю, вы не можете заплатить прямо сейчас или лучше сказать, не хотите. Что ж, вы так же умны, как и мои свиньи. Я заплачу, но сначала мне нужна ваша помощь. На западе в горах есть волк-одиночка. В прошлом он наверняка был ранен стрелой или был изгнан из своей стаи. Но сейчас он становится все более опасным. Мы не можем послать отца не в том состоянии, в котором находится сейчас. Но мы не доверяем сам Бору. Сами Бор он вроде был. Нет, сам Бор, сами... От него у меня волосы дымом становятся. Позаботьтесь о волке и монеты ваша. Так, на западе. В горах. Хорошо. Возможно, вы даже умнее моих свиней. Так. Вот, мне кажется, нам сюда, да? Там, кстати, может быть еще одна шахта. Где тут дорога туда идет. Ну, будем поглядывать на всякий случай. КОНЕЦ Тут еще вроде как дамы какие-то есть Но мы туда, наверное, не пройдем О, здесь, может быть, будет деревня потом Когда карту расширят, да? Очень похоже Но нам, я думаю, все же вот сюда по дороге Ну, почему-то, мне кажется Че волку спрашивается? Ага, так Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Они все глючат и глючит Ну, ладно, нам они вроде мешают Так Ну, идем пока Немного южнее пройдемся Может, нам просто На запад, на запад надо было? Но я хочу посмотреть, что тут по дороге. Ага. Я понял. Это многое объясняет. И волка пока не видать. Ну, пошли. На запад, на северо-запад. Как же не хватает стамины, чтобы постоянно ходить в этом режиме. И как же это было бы удобно. И как же это было бы удобно. Это не наши клиенты. Неужто ли нам на юг надо было двигать дальше. Тут как бы и места немного. Не пройти никуда, потому что край карты. Ну, сейчас. Отдышимся, посмотрим здесь. И переключимся, может быть, сейчас на... Посмотрим через дневник. Аналогиям. В лесу неподалеку. Это кабан куда-то помчался там. Так, я даже решил погуглить, потому что я бегал вокруг этой ролники, и тут нет волков. Ни в горах на западе, ни на севере, ни на юге, ни на востоке. Здесь в лесу, нигде нет волков. Увы. И они, может быть, должны быть где-то здесь, дальше по дороге. Потому что тут вроде как, да, может быть, когда-нибудь будет еще деревня какая-то. Хотя, слушайте, тут домики маленькие. Нет, похоже на поля. Похоже на поля. Запросто это могут быть. Хотя полей у нас нет. Ну, короче, я не знаю, что это. Но в любом случае, здесь конец карты, и здесь никаких волков нет. Но в интернетах люди пишут, что пойдет совершенно любой волк по этому заданию. Поэтому давайте сейчас первопопавшегося грохнем. Если он не будет убегать. Да, и сработало. Мы сейчас вообще за рекой. Даже двух заберем волков. Разделаем и пойдем сдадим задание. И налоги у нас. В кармане. Ну, давай. Ну, давайте сдавать налоги. Волк закончил и ушел. Ваши куры и поросята теперь в безопасность. Впечатляет обидно, что вы всего лишь слуга мошенника. Что вы имеете в виду? Ну, если вы играете в игру Юни Госта, вы становитесь похожим на него со временем. Возможно, вам это будет удобно. Но, но что? Вы могли бы справиться лучше. Честнее. Это все, что я могу сейчас сказать. Забирайте монеты и уходите. Тем не менее, спасибо за оплату. Короче, что мы тут соберем совет старост со всех деревень и выгоним Юни Госта. Да, дальше по сюжету. Его он жулик и вообще никто его не любит. А знаете что? Я хочу, наверное, у меня есть непреодолимое желание воспользоваться быстрым перемещением после всей этой беготни сегодняшней. Ох, это будет небольшим облегчением. Мы до наступления ночи успеем сдать задание. И посмотрим, что Юни Госта дальше нам скажет. Налоги у нас самое главное. Когда-то, пять лет назад, мы впервые спускались по этой дорожке. Кто бы тогда знал, с чем нам предстоит столкнуться. И сколько беготни нас ожидает впереди. Так, где-то там прячешься. Повезло ли вам со сбором налогов? Мне срочно нужно расплатиться с лордом на следующей неделе. Или я покойник, как староста деревни. Не волнуйтесь, я только что закончил последний сбор. Видите, у меня тут все налоги, которых вы так ждали. Великолепно, вы настоящий друг и такой же надежный, как и ваш дядя. Вы действительно спасли мою шею, мальчик. Это было сложно? Некоторые из них были легкими, некоторые не очень. Послушайте, люди действительно начинают ненавидеть вас за такие ранние сборы. Знаю, знаю, но это не мое призвание. Я очень надеюсь, что вы им об этом сказали тоже. Конечно, некоторые смогут понять, другие более упрямо, но я сказал им, что это для господина, а не для вас. Вы просто следуете приказам, поступающим сверху. Яблочко! 97 монет нам выделили. И что-то еще я не успел смотреть. Как здорово иметь кого-то, кому я могу доверять, так же, как и вам. Вот возьмите себе часть коллекции. Подождите, разве вам не нужно отнести деньги господину? Но не совсем все. Видите ли, у него есть определенные преимущества, будучи старостой деревни. Но это неправильно. Люди работают очень тяжело за деньги. Репутация династии плюс 100. И мы упорно работаем для его сбора. Вам не кажется, что мы все же заслужили небольшой оплаты? Возможно, вы и правы. И история Юнигоста третья. Дальше. Возвращайтесь еще через 5 лет, наверное, да? Надо подумать теперь. Да, я посмотрел на 10-й год. Продолжение истории Юнигоста нас ждет. Но еще 5 лет впереди. Хух. Пойду-ка я домой. Тем временем, пока я занимался беготнёй несколько дней, наши дровосеки нарубили уже 100 с лишним поленьев. 200 известняка собрали. Дров тоже заготовили немного. У нас где-то около 300 дров оставалось в последний день зимы. Вот. Сейчас дрова пойдут в плюс, в хороший. Железных молотков уже тоже запас есть неплохой. Мы на самом деле можем, да, продать инструментов немного и закупить животных. Ну, у нас только курятник и гусятник, да? Куриц да гусей мы сможем птиц закупить, да? Но проблема только в том, что работать-то негде. Точнее, не негде, а некому работать, вот в чем, да. Беда. А ещё у нас тут полеводов, кажется, совсем катастрофически не хватает. Давайте мы переназначим сарай, полевод. Я думаю, сами фермеры мне пока не так уж нужны. Я, если что, сам поработаю в обработке. Там, где там, сарай. А вот полевод нам очень нужен. Окей. Надо отремонтировать сарай, надо использовать известняк на улучшение домов. И надо лечь поспать. Я думаю. Ну, и что? Будем ли мы ждать ещё пять лет? Сложный выбор, я бы сказал. Посмотрим. Посмотрим. Ещё есть, да, некоторые здания, которые я бы хотел построить. Там и стеночку посмотреть, там все дела. Открыть всё это дело. Мы сейчас две тысячи сэкономили. Что хорошо, выполнив это задание. Можем попробовать или что-то разблокировать себе по технологиям. Надо нам что-то ещё разблокировать. Частокол, к примеру. Тут нам ещё строить и строить. Копать и копать. Охотничий домик. Так, тут длинный лук. У меня, кстати, скоро сточится длинный лук. А это последний длинный лук, который у меня есть. Поэтому нужно разблокировать, пожалуй. До вот этого лука ещё, в принципе, тоже довольно далеко. А, кстати... А где у нас открывается... Арбалет здесь? А, ну всё правильно. Да, и вот этот вот лук, и всё. Больше у нас ничего нет. Надо было, наверное, арбалет открывать. А не этот лук. Было бы больше толку. Правильно? Давайте я даже загружусь всё же. Так, давайте посмотрим ещё разок на технологии. Понадобится ли нам вторая кузница? Вот в чём вопрос. Кстати, плетёный ящик... Наверное, только продать можно, да? Можем вот эти вот предметы декора мелкие как-то ставить? Или нет? Нам, получается, нужно, короче, открыть и арбалет, и... Болты. И всё это дело из железа. Две тысячи на это потратить. Стоит ли оно того? Наверное, да. Железо накопаем себе, да. Можно будет... Может, более эффективно поохотиться. Швейная третья, да, ещё впереди у нас. Давайте только глянем, смогу ли я... Скрафтить всё это дело здесь. Наверное, нет, да? А, нет, вот он лук. В смысле, арбалет и болты. Два железа, десять перьев. Хорошо. Льняная нить, однокожа. Да, без проблем. Можно будет сделать себе арбалет. Ладно. Я думаю, мы в следующей серии всем этим займёмся. Я лук, может быть, ещё доизрасходую немного. Вот. Я думаю, да. Ещё серийку, может быть, другую мы запишем. Я, правда, не знаю, пройдёт ли за это время десять лет. Но посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Я ещё внезапись тут немного покопаю. Вот. Ну, а там видно будет. Если вы хотите видеть больше серии по Medieval Dynasty, то пишите об этом в комментариях. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Может, там езду на лошадях введут уже в ближайшие недели. Да тогда будет смысл продолжать. Больший смысл продолжать я в этом плане. Короче, пока. Субтитры сделал DimaTorzok